БАЗ, если что-то говорит, то это и есть препарат. Можно доверять тому, что говорит БАЗ. Потапов Иван Николаевич, глава КФК Водолей. В обработке полторы тысячи гектаров культуры рапс, соя и пшеница. Пшеница яровая и озимая, рапс тоже яровой и озимый. Но соя у нас только, соя она вообще только яровая. Какие продукты? Ну, стараюсь ориентироваться на проверенных крупных поставщиков с качественным ДВ. Самое важное для меня – это качество продукции. Потому что, если продукт некачественный, он не даст той прибавки, на которую рассчитываю. То есть, на препарат изначально в цене дороже, но и прибавка от него. Будет более весомее. Стараюсь ориентироваться на проверенные, качественные. Главное – это качественные препараты, чтобы была гарантия того, что он сработает. Приносят большую прибыль. Препараты оригинальные. Прибыль, урожай, она состоит из многих составляющих. Если все звенья применять, допустим, одного уровня, а препараты химические, какой-то из них применить более низкого уровня, то и, в принципе, прибавка от всех других факторов, она тоже сползет на тот минимум. Это как бочка либита. Минимум будет там, протечет вода, где будет минимум. Есть смысл, если работаешь интенсивно, то стараться каждый из элементов, которые составляют урожай, чтобы они были уровня одного, хорошего. В АСФОМ активно работаю. В компании есть ДВ, которых нет в других компаниях. Инновационные, что касается Нарабс, допустим, Метконазол. Хорошие ДВ, работают качественно. Также препарат, скажем, один из производных этого, не этого, а другого ДВ, Систивов. Тоже достаточный инновационный препарат. Он дорогой, безусловно, но в нем есть смысл. Караба на РАПСе, конечно, она показывает хорошие результаты, но по САРАН. На зерновых хороший препарат Осирис, хотя он дорогой, но он и дает хорошую прибавку. Там много и гербициды работаю, и Дианат в том числе. Касается РАПСа, активно с РАПСом работаю. Карамбалы. Хороший фунгицид и рост регулятор. В линейке других производителей такого препарата нет просто. Одновременно, чтобы это было фунгицид и регулятор. Регулятор в той мере, в какой он и является, вот, Метконазол работает. Есть регулирующий эффект у других компаний, но не таков. Реакс Плюс. Вот это тоже фунгицид хороший, там три компонента. И Пиктор на РАПСе работает, в общем, хорошо. По склеротиниозу достаточно, хотя заболевание такое коварное. Коварное. В компании БАСФ серьезная база научная, серьезные исследования идут. Основные ДВ, много новых ДВ, они у БАСФа появляются. Это говорит о том, что компания вкладывает в поиски. Это гарантия инновационных препаратов, появления инновационных, качественных, встречающих в сегодняшнем реале. Я не хочу сказать, что и другие компании, они как-то плохие, все-таки нет. У каждой есть свои особенности, но БАСФ, если что-то говорит, то это есть препарат. Нет пустой вот этой рекламы, мне кажется. Можно доверять тому, что говорит БАСФ. Рекомендует, этому можно верить. Этому я доверяю, потому что если говорят, что там работает против такого-такого-то типа возбудителей заболеваний, либо вредных объектов каких-то других, то доверять этой информации можно вполне. Вот это вот, пожалуй, это особенность. Потому что другие оригинальные, неоригинальные могут говорить, но эффект может быть хуже. БАСФ, мы создадим химисты.